Здравствуйте, дорогие друзья! Я приехала в торговый центр Севастополь. Хочу показать, куда я иду, когда мне нужно быстро что-то купить. То есть я поднимаюсь не вот в этот центральный вход, а иду вот сюда, в этот вход. Вот во второй вход иду. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Вот в этот магазин. То есть, видите, вход вот он, да? А я иду вот в этот вход, который рядом. И здесь есть и камни, и фурнитура, и магазины большие и удобные. То есть много продавцов все подскажет. Вот сразу, видите, магазин. Вот он. Это у них один магазин двойной. То есть, видите, вот он прям просвечивает. Там камни висят. Вот. И когда из него выходите, напротив стоит еще один такой же магазин. Видите, он довольно большой. Вот. Стоит такой же магазин. Это, в общем-то, один отдел у них. Вот. И здесь я покупаю и фурнитура корейская, цепи, все, что нужно мне. Это быстро и удобно. Ну что ж, я дома. Хочу показать вам покупки, которые я сделала. В основном я делала покупки именно в этом магазине, который я показывала сейчас на видео. Я ехала специально только за фурнитурой. Камни я как-то, думаю, не буду брать. Мне нужна была фурнитура по качеству, чтобы хорошая была. Я искала. И вообще, ну, самое необходимое, что мне нужно было. Мне нужны были какие-то швензы немножко взять. Шапочки. Вот такое вот. Цепи. Обязательно, конечно же, цепи. Ну, и сейчас вам с ценами все расскажу. Там, в общем-то, магазин и по ценам хороший. И удобный, и большой. Вот. Но это не реклама. Это вот просто, что там удобно. Вот мне удобно, когда я тороплюсь. Но еще хочу сказать. Я думала, что быстро приеду, куплю все, что нужно. Потому что там все есть. Мне еще нужны были швензы в бронзе. Но там в итоге я их... Там были швензы, но мне они не очень понравились. Вот. И в итоге я вот приехала туда где-то, знаете, полвторого дня. Уехала пол шестого вечера. Представляете, сколько времени тратится вот на то, что мне нужны были швензы в бронзе поискать. И я в итоге так и не нашла нигде. Может быть, я какую-то комнату пропустила. То есть, я оттуда снизу поехала на 16 этаж и все-таки, ну, так проходила. Но вот не нашла швензы в бронзе мне нужны были. Чтобы были по качеству хорошие. Вот. Если кто знает, подскажите, где на каком этаже есть. Может быть, вдруг я где-то пропустила какую-то комнату. Ну, не нашла. Так, значит, ну что ж. В основном мне нужны были еще цепи. Цепи. Вот. Такая цепочка. 350 рублей. Она крупная и неразъемная. То есть, они... Здесь есть у них шовчики, да? Но они все равно как спаянные. Это хорошая цепь. Очень. Это все корейская фурнитура. Отличная. Это вот я там брала на первом этаже. Вот такая цепочка. Это 350. Вот это 300 рублей. Если не ошибаюсь. Я могу где-то тут много, по чуть-чуть всего могу забыть. Вот такая цепочка 300 рублей. Вот эти цепочки мне очень нравятся. Это одни из моих самых любимых цепочек. Они простые, но я вот их уже сколько показывала. Они одно время исчезали в торговом центре Севастополь. Появились опять. Вот я взяла золотую и серебряную. Потому что они не всегда бывают. Они именно, видите, немножко с гранями. Они не царапаются. В этом плане мне эта цепочка очень нравится. Ну и, конечно, взяла вот простую. Вот тоже, видите, корейская фурнитура. Здесь она 250 рублей метр. Она уже чуть-чуть помельче и без граней. Без рифленности этой. Вот поэтому вот мне такие именно нравятся, что... Ну, нужны всякие все равно. Нужны всякие. Еще сразу покажу вот такие вот огромные бусы. Я взяла, смотрите. Сказали, что это горный хрусталь. Это я покупала на 16 этаже. Самая дальняя комната, если идти. Они сказали, что это у них распродажа. Ну, то есть распродажа. Горный хрусталь. Ну, не знаю, насколько горный. Но бусины 3 сантиметра. Огромные. Мне почему-то прям захотелось. Я подумала, что их можно и на кулоны вообще. Ну, в общем, посмотрим куда. Посмотрим. В общем, вот такие у них как распродажи. 500 рублей сказали. Насколько это реально. Или, может быть, что-то они там. Ну, в общем, вот так. По 250 рублей кольца. Кольца очень хорошего качества. Я взяла золотистые и серебристые. Они именно плотненькие. Ну, то есть классные я такие уже покупала. Они бывают разного диаметра. Эти чуть покрупнее. 6, наверное. Эти, наверное, 5. Ну, то есть вот они бывают по 3 миллиметра. Ну, в общем, разные. Качество отличное. Вот очень мне нравятся такие кольца. Пачка где-то, наверное... Ну, то есть они взвешивают эти колечки. Ну, в общем, вот такая вот кучка. Получается 250. Значит, потом я взяла на пробу чисто вот такие вот. Вот буквально, видите, по 7 рублей 14 штучек. Я такие обычно не беру. Это крупноватые. Где-то 6 миллиметров укрывные бусинки. Это тоже корея по качеству хорошие. Но я взяла чуть-чуть. Будет мне удобно, не будет. Обычно я 5-4 миллиметра пользуюсь. И 3, если нужно маленькие. Но в основном 4 миллиметра у меня самый-самый-самый ходовой размер. Потом... Ну, с чего начнем? Вот взяла замочки. Вот такие. На всякий случай, чтобы были. Это по 200 рублей один замочек. И вот такой тоже 200 рублей. На всякий случай. Швензы. Вот эти самые дорогие у меня в этот раз. 250 рублей. Вот в таком дизайне я взяла. Я еще кое-какие швензы там взяла. Все не буду показывать. Это то, что вот новинки. Вот эти очень красивые 200 рублей. Это просто новая какая-то моделька. У них новое поступление было. Сказали, что это новинки. Вот. А так какие-то простые я там брала. Тоже показывать не буду. Вот эти 200 рублей. Они тоже симпатичные. У них камушек. Видите, вот так. Вот такое. Значит, швензы. Замочки. Один замочек. Вот такой вот. Цена 60 рублей. Это довольно крупные замочки. Чаще всего там 15-16 мы пользуемся. Я, например. А это чуть покрупнее. На более какой-то побольше колье. Но они удобные. Они хорошо раскрываются. То есть, вот такие. Это тоже Корея. Вот 60 рублей. Вообще цена отличная. Кстати, я вчера вот приехала. Я с Алиэкспрессом даже немножко пробовала сравнивать. И знаете, что-то такая же цена, а что-то чуть-чуть дороже. Что-то каплю дешевле. То есть, вот знаете, вот так вот не особо поймешь. Смотрите, я что купила. Это вот в одном магазине я взяла. Там были разные бусины. То есть, по одной. Буквально по одной. Но они крупные. Здесь 22,5. В общем, вот такой диаметр у бусин. А это вообще от массажеров. Но я это поняла уже дома. Я сначала, когда увидела, там все равно не очень хорошо видно. Я думала, отверстие есть и все. Думала, это бусины. А это оказывается от массажеров. Я это увидела, что нету отверстия полностью. То есть, придется мне что-то с этим придумывать. Вот. Я взяла, думала, просто бусины. О, какие классные. Это по 50 рублей. Вот такие бусинки разные. Это вот хризакола. А это обсидиан бусина. Иризация немножко. Увидите, нет, есть. В общем, то, что они крупные, мне последнее время на крупные бусины тянет. Вот. Ну, значит, вот такие штуки я взяла. А эти они продавали по 100 рублей. Вот такие бусины. Так. Значит, вот такие шапочки. Очень красивые. Это крупные шапочки. На всякий случай я взяла. Они по 20 рублей. Они без тразиков. Но такие резные, ажурные, в общем, красивые. Иногда нужно на такие шапочки. Вот хорошо будет как раз на крупные бусины. Вот на такую бусинку она, видите, как на крупную. В общем, пригодятся. И вот такие шапочки взяла разные. Это черный цвет. Я вот все, что черное, пыталась, как говорится, покупать. То, что было. У них очень мало черного. Эти шапочки по 10 рублей. Вот они как бы простые, но такие пригодятся. Я шапочками, можно сказать, тоже не так часто пользуюсь. Но иногда нужны все равно. Где-то даже вот там два места, в три где-то проставить уже хорошо. В последнее время беру всякие разные вот такие бусины с крупным отверстием, чтобы укрывать. Ну, то есть, вот я какие-то разные вот так понабрала. Золото, серебро. Вот эти бусинки, они дорогие на Алиэкспресс. Это качество хорошее. У них цена по 15 рублей здесь. На Алиэкспресс, вот сколько они? За 20 штучек примерно, ну, где-то 250 стоит, да? Ну, то есть, надо считать, здесь по 15 рублей эти шапочки у меня. Так, правильно я сказала? Да, по 15 рублей. И в этом же магазине вот по 15 рублей вот такие вот штучки. Это вот такие вот со штырьком. У них диаметр поменьше, видите? Поменьше, потому что я здесь покупала и покрупнее диаметр. А покрупнее диаметр стоит уже... Так, где там у меня пакетик был? Я оставила. Ну, в общем, эти чуть-чуть подороже, покрупнее. Может быть, рублей 20. Куда-то я потеряла пакетик, где записывала. Так, так, так. Нет, не вижу. Ну, в общем, рублей 20, наверное, вот такие шапочки. Покрупнее. Они тоже хорошие и нужно будет. Так. Вот такие бусинки разные. Золотистые, серебристые взяла. По чуть-чуть. Тоже куда-то, если вдруг нужно будет проставить. Красивые, качество хорошее. Значит, они по 50 рублей одна. Бусинка. На Алиэкспресс вот тоже смотрела. Где-то, знаете, попадается и подороже. Где-то подешевле. Сейчас скидочки будут на Алиэкспрессе. Надо все смотреть будет. Вот такие хорошие шапочки. Ой. Они по 15 рублей. Вот такие хорошенькие шапочки. Где-то тоже нужно вот что-то спрятать, что-то закрыть. И вот необходимо такие вот шапочки иметь. Поэтому. А вот такие, кстати, я взяла прям совсем малюсенькие. Вот это я даже не знаю, нужны они мне будут или нет. Потому что они маленькие-маленькие. Я люблю маленькое все. Все маленькое, мелкое, мелкие. Бусинки люблю. И шапочки, знаете, хорошо на 4 миллиметра даже. Такие шапочки по 8 рублей одна штучка. Маленькие-маленькие. Но они немножко и вогнутые. Но я думаю, что все равно не пригодятся. Найдем применение. Вот такие вот. В черном цвете я взяла. Они по 15 рублей. Красивенькие бейлы. У меня есть такие золотые, а это вот черные. Это неразъемные простые бейлы. Вот такой замочек. Классный, кстати, черный. На Алиэкспрессе такие видела тоже. Здесь они по 30 рублей одна штучка. Вот эти замки прям хорошие. Можете сфотографировать. И на Алиэкспрессе они точно есть. И качество у них классное. Потому что есть... Знаете, вот у меня таких замочков нету. Которые простые замочки. А здесь вот именно. Вот такая форма. Они по качеству очень хорошие. Они 15 миллиметров. Ну, то есть они мне нравятся. Сегодня какое-то темное у меня видео. Видите, они какие. Бывают они гунтблэк такой. А здесь, ну вот, хорошие. В общем, мне нравятся такие. Вот. Смотрите, какие медальончики я взяла. Такие маленькие-маленькие совсем крохотулечки. Это куда-то вот, ну, подвешивать. Совсем чуть-чуть я взяла. Совсем немножко-немножко. Они, по-моему, 30 рублей одна штучка. Видите, они какие крохотные. Такие монеточки. Я даже не вижу, что там нарисовано. Какие-то... Не знаю, в общем. Вот такие ажурненькие всякие взяла. Это тоже на бусину для вклейки. Они по 30 рублей. Хорошенькие вот. А бейлы я взяла маленькие. Покрупнее не было. Вернее, там были покрупнее, но качество какой-то хлипенькие. В общем, такие хлипенькие-хлипенькие я не стала брать. И взяла маленькие совсем бейлики. Это разъемные, которые можно вот так раз. Все равно, вот они какие-то мелкие, конечно. Взяла вот такую вот совсем вот чуть-чуть. Это по 50 рублей шапочки. И вот на пробу взяла вот такую вот детальку, которая обнимает камушки. Любой кабошон берете или любую бусину. Но чтобы по размеру только подходила. И можно обнять. Здесь вот есть крючочек. В общем, это я взяла на пробу попробовать. Вот можно ее вот так вот закрутить, эту бусину. Но сюда, наверное, нужно поменьше. В общем, сделать так, чтобы это все как-то держалось. Это вместо бейлов такие. Они на Алиэкспрессе есть. Шапочки вот такие тоже. Ну вот они по 50 рублей. Это, наверное, более простая какая-то фурнитура. Не знаю. В общем, не знаю. Взяла на пробу. Это я в другом магазине взяла. Не буду распечатывать. Тут тоже бейлы. Чуть-чуть покрупнее бейлы. Здесь, которые на бусину одеваются. И швензы вот такие вот. Немножко здесь. В этом же магазине взяла вот такие вот шапочки. Не шапочки, а проставочные диски. Совсем чуть-чуть взяла. У меня разных таких много. В общем, чуть-чуть-чуть взяла совсем. И еще в одном магазине взяла буквально... Буквально, вот, не буду показывать. Здесь разные-разные. Это на седьмом этаже в знаменитом магазине, где продают бронзовую фурнитуру. И я взяла вот всего по чуть-чуть, какие-то детальки. Вот эти по 120 замочки. Но эти замочки уже как бы с покрытием, как они говорят. То есть подороже. А это вот все такое вот навес у них. Вот такое. Мне понравились вот эти бусины. Сейчас я вам покажу. Я опять же их брала чисто вот пробовать закрывать. Для укрывания вот каких-то петелек укрывать. То есть они в меди. У них рисунок есть вот здесь вот. Немножко какая-то такая вот. А так они вот так вот, с таким широкеньким отверстием. Взяла немножко попробовать, будет ли удобно. Потому что иногда покупаю. Вот на Алиэкспрессе я недавно заказывала тоже. И все равно вот какие-то крупноватые, что-то где-то не очень удобно. То есть все все равно нужно пробовать. Здесь вот такое все. Вот такие вот бусинки мне нравятся. Они легкие-легкие, где-то придавать какую-то легкость. Вот они такие легкие, прозрачные, с таким рисуночком. Ну вот. Вот такие у меня покупки. Вроде бы все показала, не забыла. Такого плана. Какие-то шапочки я взяла. Вот такие вот. Здесь почему-то стратика, наверное, нету, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну да. Вот. Я не увидела. Смотрите. Видите? Дырочка. Надо будет что-то придумать. И как-то это закрыть это место. Шапочки вот такие для кистей. Очень красивые. По-моему, 250, если я не ошибаюсь. Не помню, честно сказать, сколько. И видите, я как взяла. Очки надо с собой брать. Я вот очки не взяла вчера. И ходила вот. Я поэтому даже и камни не стала покупать. Забыла с собой взять очки. Ну, потому что камни иногда еду без очков. Покупаю, а потом домой прихожу. А там царапины. То есть, где-то сколы не увидела. И потом эти камни вот приходятся куда-то в сторонку. И лежат. Когда там. Когда я что-то придумаю с ними сделать. Вот. Ну, в общем, вот такие покупочки. Ну, вот, кстати, вот такие вот крупные. Тоже на первом этаже. Вот взяла. У меня такие есть в серебре. И я докупила еще вот в золоте. Это бейлы, которые очень... Не показывала вам. Я вот уже забыла, что показывала или нет. Которые иногда такие нужны для крупных каких-то кабошонов. Видите, у них большое отверстие. Бывает вот как-то низковато. И не все подходят. И поэтому вот нужны иногда и такие. Ну, вот чуть-чуть совсем. И просто вот такие. По 30 рублей они. Без какого-то стразиков, без ничего. Просто такие. По 30 рублей, в общем, совсем чуть-чуть взяла. Так. Посмотреть, как это все будет. Ну, в общем, вот такие у меня покупочки. Показала вам. Рассказала. Как бывает иногда. Ходишь-ходишь. И не можешь ничего найти. Ну, что ж. Все. Спасибо всем огромное. Всем всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»